Всем привет! Это канал Марина Бабулла. Я нахожусь у себя в квартире в ванной. Почему я здесь? А потому что хочу вам снять ролик про то, как прочищать уши. Когда-то в юности давным-давно мне показали способ. Взяли холщовую такую тряпку, взяли свечку, зажгли, накапали на нее парафин, свернули в кулек, ставили в ухо и подожгли. И потом, когда она долго-долго-долго горела медленно, потом развернули, а там ушная сера прям вот по этой тряпке была. Я так удивился, как это она так из уха туда попала. Ну ладно, знаю и знаю, думаю, когда-нибудь надо будет использовать. Но все это очень заморочно, все это тряпка, какая-то парафина там, она воняет будет и так далее. И вот недавно я наткнулся на ролик, один мужчина показал, как он чистит ухо таким же способом, но при помощи бумаги. Я посмотрел, мне понравилось, и я захотел тоже снять такой же ролик, ну и заодно почистить себе ухо. Правая у меня плохо слышит, я два раза сделал эту процедуру тренировочную, и у меня она стала лучше слышать, так как я настраиваю аппаратуру, я офигенный меломан, и когда лучше уши слышат, вообще так сказочно, все звуки цыкают, прям вообще сказка. Итак, смотрите, как я это буду делать. Я взял два обычных листочка А4 и зажигалку. Что нужно сделать? Нужно свернуть кулёк. Как свернуть кулёк? Ну многие не знают, но на самом деле нужно просто вот так вот сделать и его туда ввинтить, посильнее, грубо говоря, в вентиле. Получилось что-то вроде кулька. Отверстие здесь, ну приблизительно, ну здесь даже великовато, надо поменьше сделать. Кулёк какой-то дурной получается. Вот раз лучше получился. Нет, он должен быть плоским. Здесь вот, значит, тогда нужно не в этот угол сворачивать, потому что вот в этот вот, вот так вот, вот так вот. Да, вот так он будет поровнувать. Блин, назад он неудобно. Эх. Ну, наверное, хотя бы вот так. Сворачивал-сворачивал, что-то свернул. Плохо. Плохо? Ну, ничего. Блин, ломаная. Вот так вот, вот так вот на камеру-то. Хорошо, что вторую бумажку взял. Сейчас надо узкий кулёк. Узкий кулёк плохо получается. Надо узкую руку туда, но он никак не улетает. Там уже закручено. Фринь какая-то получилась. Ну ладно, вот так вроде. Дубль второй. Итак, мы с вами сейчас свернём кулёчек. Посмотрите сюда. Берём лист А4, зажигалку и начинаем. Так, нам нужно свернуть кулёк. Возьмём вот так вот, двумя пальцами здесь. Этот уголочек сюда накинем. Вот так вот. И потихонечку надо всё это дело стянуть, чтобы она была достаточно аккуратная. Ну, допустим, у нас получилось что-то типа этого. Как-то так. Надеюсь, что, конечно, вот так вот мы его оттянем. Влезет ли? Ух ты! Если палец влезает, это... Да, влезет. Самое главное, моё нау-хау, так сказать, я... Естественно, посмотрев этот ролик, копировать глупо. Надо что-то своё принести. Немножко слюной замочить, чтобы была лучше обтюрация. То есть, чтобы бумага прилипала туда как следует. Ну и всё. Имейте в виду, что пожарная безопасность, она очень важна. Поэтому никакой одежды не должно быть на себе. Более того, это должно быть в ванной делаться. Включена вода. Тогда, если что, вы сразу раз, затушили. И чтобы не было никаких перяпок вокруг сухих. Дай бог. Ну, начали. Жук. Вот так вот поджигаете этот уголочек вот так вот, чтобы он вот так вот горел. И всё. И горит. Вставляете в ухо. Вот так вот. Вот. Сюда. Поглубже. И вертикально держите. Видно горит, да? Да. Вот. Смотри, чтобы пламя никуда не попало. И до тех пор, пока оно не прогорит всё. До самых пальцев ваших. Ой, ёлки. Ну, тут будет немножко грязно, конечно, и вонять. Но зато она горит-то сильно. Ой, как сильно горит-то. А-а-а-а. От камеры что-то плохо получается. А-а-а. Ой-ой-ой-ой. Ну, сколько ещё долго? Ещё горит. Она должна догореть как можно больше, чтобы вытянула. Там возникает тяга. Передайте побрейте голову. Чего? Голову. Не забудьте побрить. Передайте. Ну, что ты... Так, терпи. Серьёзное мероприятие, между прочим, оздоровительного тока. Да. Держи, держи. Аудиофилы все меня должны понять. Уши должны быть в полном порядке. Иначе нифига не будет слышно всяких абертонов. И всяких других циклей. Ой, блин. А-а-а. Горячок. Кажется, хватит. Хух. Смотри. Вот здесь белая бумага. Должна быть она, по идее, и внутри белая. Но смотрим, что у нас тут получилось. Видите? Во. Это сера. Она вышла из уха. Понимаете? Её много. Я прочистил вот таким образом два раза. Вы видите, на третий раз всё равно серой много. Так как, естественно, туда глубоко никто не чистит уши. Ну, совсем глубоко. Где там глубинные залежи вот этой серы. Вот. И за много лет там могли сформироваться какие-то ну, такие штуки, что они там потихонечку вросли. Или что-то такое. А вот тяга, она... Я не знаю, каким-то там вот то ли оно в спираль этот воздух идёт тёплый, то ли прогревается как-то. Но вот оно действительно всё вытягивает. Причём вытягивает плавненько, потихонечку. Вы ничего не чувствуете. Именно за счёт тяги огня. Вот. Ну-ка, я лучше стал слышать то... Скажи что-нибудь. Ку-ку. Чего? Ку-ку. Я шучу. Слышите? Слышите? Я проверяю слух вот так. Когда пальцы сухие, они начинают шуршать. Вот так вот. Ну, приблизительно одинаково. Когда ставишь на ухо, вот так вот, начинаешь что-то злодить. И где-то в каком-то месте... Вот сейчас я слышу далеко достаточно. Ну-ка, поверни сюда. На вытянутой руке я слышу шорох. Потому что здесь тихо. И вот правая... Ура! Я слышу! Я слышу! А вы представляете? Я слышал только досюда. Дальше вот максимум досюда. На вытянутой руке шорох я не слышал вообще. И вот я его слышу. Это значит, что улитка, в которой вот она такая улитка, вот так вот. И там всякие вот эти вот чувствительные штучки, да. Она вот в маленьком своем сечении, где как раз за высокие частоты отвечают вот эти все, была засорена. И вот сейчас мы очень плавно, нежно и фактически очень почти бесплатно все оттуда убрали. Представляете, чтобы вычистить улитку, какая должна быть операция нейрохирургическая, какие микроскопы, какие руки. А тут просто народный способ, которому хрен знает сколько лет. Люди, видимо, тогда были поумнее немножко и умели лечиться без всяких последствий. Совершенно подручными вещами. Так что вот так. Аудиофилы, берите на заметку. Если у вас колонки играют как-то не так, не пора ли пора? Пришла взять бумажку и засвигачить в ухо, а потом ее поджечь. И большим планом только смотрите, если вы в ванной будете, какая-нибудь там будет тряпка, она может тоже плыхнуть нахрен. И вам тогда будет не до каких колонок. Соблюдайте обязательно правила пожарной безопасности. Я предупредил. Вот смотрите, что тут получилось. Все не очень симпатично. А зато слух-то улучшился. С вами был канал «Мне Абдула». Снимала женушка. Вот. Сейчас надо что-то пошутить. Так, я одену футболку. Будем шутить. Сейчас пошутим. Когда второе ухо выключать. У меня вопрос к тебе, женушка. Как тебе вообще этот способ? Не удивилась ли ты? Знала ли ты про него? Нет, я не знала. Ну, удивительная вещь, да? Да, интересно. Чисто физически. Было страшно на тебя смотреть. С этим пламенем в губах. Да ты что? Да. То есть немножко шутковато, да? Шутковато. Да, ну ладно. Ну, а смешное это что-то было? Наверное, когда я первый раз кулек сворачивала, да? Ага. Выключить додумала? Да. Уже почти нажала? Ага. А шутку? Ну, шути. Ты же не пошутила? А при чем тут я? Нет, ну я-то пошутил уже. Целый ролик шутил. Теперь твоя очередь. Твой канал, шути ты. А ты-то давай. Ну, скажи что-нибудь такое. Ну, как раз лох. Что-нибудь такое. Какое? Слышишь, комар летит? Какой комар? На улице. Подожди, а на какое именно? На нашей, да, просто чувствует много. Может, там на Невском где-то? На Невском. Слышишь, комарик? Да-да-да-да-да. Особенно левая крыловая. Дребежу. Видимо, раненый. Наверное, кто-то его стукнул. И вот она немножко иначе звучит. Да, слышу. Слышишь? Ну, отлично. А ты тоже слышишь? Нет, а я не слышу. Мне пора прочистить. Но голову брезья не буду. Да, причем здесь голову можно не брить. Достаточно волосы мокрые сделать, а они не загорятся. Да, ну вот пошутили, как смогли. Ну ладно, все, мы на этом заканчиваем. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, мы еще что-нибудь поснимаем. Вообще-то это был задуман серьезный ролик. Ну, как обычно. Хотели, как лучше получилось, как обычно. Да, как всегда. Никогда такого не было. Вот опять. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.